День с толком День с толком Жуткое ДТП произошло в Тальменском районе. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль. По версии следствия, авария произошла из-за того, что фура вылетела на встречную полосу. После удара грузовик отлетел в здание придорожного кафе, которое сразу же загорелось. А этот живой на фуре-то нет? Он полуживой ходит. День с толком День с толком Между ней и водителем произошел конфликт. Мужчина убил всех троих. С целью сокрыть следы убийства злоумышленник закопал тела жертв в лесополосе. А затем на протяжении нескольких дней заливал их бетоном. Полицейские нормативы выполняют студенты технического университета. Бойцы службы безопасности политеха сдали специальный зачет. Зачем? Расскажем далее. Приемы борьбы, гири, отжимания, даже челночный бег. Все это полицейские спортивные нормативы. Наравне с правоохранителями их выполняют и студенты. Если числятся в службе безопасности вуза. В этом положении он полностью обездвижен и не может сопротивляться. Если даже преступник начнет сопротивляться, проявлять какую-то агрессию, мы просто маленечко приподнимаем. И то есть он чувствует боль и перестает двигаться. Расклад, конечно, маловероятный в стенах вуза, но таков зачет. В политехе его сдавали 22 человека. Как парни, так и девушки. Помимо охраны в политехе, которая существует у нас, им же нужны помощники, которые в течение учебного процесса могут следить за порядком на переменах, на каких-то мероприятиях. То есть порядок всегда должен быть. Они зачастую пресекают правонарушения, которые совершаются на территории общежитий университета. Потому что, сами знаете, студенты – народ молодой, горячий. И бывает, их поведение выходит за рамки. Они дежурят там и пресекают эти правонарушения. Студенческая служба безопасности следит за порядком уже 15 лет. Половину из них студентов напрямую курируют полицейские. Помогают тренироваться и решают спорные ситуации. Берут в отряд лишь самых спортивных. И в этот раз зачет получили все. Полина Жданова, День с толком. Те, кто набрал 105 тысяч. Сейчас осталось достроить несколько сотен метров береговой линии. Один экскаватор работает на дамбе. Занимается ее расширением и уплотнением. И второй экскаватор добывает гравий из реки. То есть остался участок метров до 200. Напомним, даже недостроенная плотина уже этой весной оказалась в центре скандала. Дала течь. В целом на строительство дамбы ушло почти 140 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Отметим, при максимальном подъеме уровня воды в зону затопления попадает более 700 жилых домов. Кстати, построить эту дамбу обещали еще после большого наводнения в 2014 году. Тогда под воду ушла половина райцентра. Были жертвы. Также в этом году дамба появилась у села Быстрянка Красногорского района. В преддверии Дня Учителя в Октябрьском районе Барнаула собрали работников школ и дошкольного образования. Для них провели праздничный концерт. Состоялось мероприятие в концертном зале Института культуры. Между выступлениями педагогов награждали почетными грамотами за многолетний добросовестный труд, личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и за другие профессиональные заслуги. Спасибо за то, что вы ведете наших детей по непростому пути во взрослую жизнь, отдавая все самое лучшее. Я желаю, чтобы у вас всегда на лице была улыбка от вашего результата работы. В Барнауле пытаются собрать 18 миллионов рублей на спасение двухлетнего Тимофея. У ребенка онкология, нейробластома третьей стадии из четырех возможных. Но шансы на жизнь у маленького Тимы есть, и мы можем ему помочь. Как это сделать в сюжете Дарьи Эйдемиллер? Справляемся. Тимофей справляется. Он очень сильный. Я думаю, у нас все получится. Каждый день папа Андрей просыпается в пустой квартире. Его жена и маленький сын Тимы не были дома с апреля. Весной обычно озорной и активный Тимофей заболел. У него не было сил даже дойти до детского сада в соседнем дворе. Анализы, выяснение страшного диагноза, нейробластома левого надпочечника. Госпитализация в московский исследовательский центр Дмитрия Рогачева. А там борьба с опухолью объемом больше литра. К счастью, удачная. Операцию сделали после пятого курса химии и терапии. Операция была сложная. Врачи-хирурги Дмитрия Рогачева сказали, что операция хоть и сложная, но Тимофей молодец. Малыш и правда молодец. Тогда опухоль удалили практически полностью. На тот момент врачи давали 70% выживаемости. Этот показатель увеличили, пересадив Тимофею его здоровые стволовые клетки неделю назад. Сейчас малыш восстанавливается. Гораздо ему лучше сейчас. Все постепенно, постепенно это все. С аппетитом опять плохо. Хочет кушать, начинает кушать, тошнить начинает, допустим. Вот такие. Андрей надеется, что к концу октября вся семья будет в сборе. Но это еще не конец. Шансы на рецидив высоки. Уменьшит их иммунотерапия. Процедура, которая помогает организму бороться с раковыми клетками. И семье уже готовы помочь в Германии. Терапия стоит баснословных денег. 18 миллионов рублей. Но для семьи, в которой папа обычный участковый, а мама медик-координатор, это неподъемная сумма. А мы все вместе способны помочь Тимофею выжить. Дорида Миллер, Алексей Фризин. День с толком. Наш земляк, известный легкоатлет Сергей Шубенков, завоевал серебро на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Катаре. Сергей дважды выходил на старт на дистанции 110 метров в полуфинале и финале. К слову, в последнем забеге его время составило 13,15 секунды. Шубенков немного уступил американцу. Это четвертая медаль нашего легкоатлета на чемпионатах мира. И она, по словам Сергея, дорогого стоит. Это он рассказал в одном интервью федеральному телеканалу. Спортсмен очень долго восстанавливался после травмы. Учитывая этот факт, второму месту обрадовался не только сам серебряный призер чемпионата мира, но и его тренер Сергей Клевцов, который все в том же интервью признался, что по-настоящему счастлив. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok